С 1 июня по указу президента страны началась выплата ежей единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. На счета более 100 тысяч родителей Чувашии уже поступили средства. Мы получили вчера, я даже не ожидала, мне подсказали, что к вам пришли, должны были прийти деньги. Я не поверила, заглянула, оказывается, действительно пришли деньги. На телефоне посмотрела, действительно пришли на каждого ребенка по 10 тысяч, 50 тысяч пришли. Супруги Сергея и Татьяна Григорьевы воспитывают пятерых детей. Старшей дочери Ксюши 15 лет, а младшей Даши 4 года. За время самоизоляции доходы семьи сократились. Татьяна продолжала работать в магазине, а вот муж вынужденно отдыхал несколько недель. Мы, конечно, очень обрадовались. Мы уже начали планировать, мечтать, кому что, сколько. Как будем тратить, как будем использовать. Такую большую сумму мы используем на более крупные покупки. По мелочам не хотим растрачиваться. В прошлом учебном году в семье Григорьевых было три школьника. В следующем в первый класс пойдет еще один – Кирилл. Поэтому уже сейчас Григорьевы планируют купить школьную и спортивную форму, обновить компьютерную технику. Помощь от государства действительно почувствовали мы. Уверенность в завтрашнем дне. Не надо думать, как, что, почему, как справиться с этим. Государственную поддержку могут получить все семьи, где есть дети от 3 до 16 лет. Заявители ребенок должны быть гражданами России и проживать в стране. Именно в Чувашской республике было выплачено 1 июня единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 1 миллиард 500 миллионов рублей. Также по мере поступления таких заявлений мы будем принимать решения. В соответствии с утвержденными правилами в течение 5 рабочих дней будет приниматься решение. И в течение 3 рабочих дней после принятия решения перечислены средства. В целом сейчас мы работаем уже в штатном режиме. Все заявления, поступившие с 12 мая, максимально мы рассмотрели. Таких детей от 3 до 16 лет должно быть 206 тысяч детей. Больше половины заявлений из общего числа уже обработаны. Те, кто еще не подал заявление на единовременную выплату, могут сделать это до 1 октября. Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика.